друзья доброе утро вот так у нас она начинается лёшик чистить снег ему это очень нравится а там начинает вставать солнышко мой любимый чаплодина все кристально чистая вообще как-то то ли здесь такая зима я не знаю но очень много солнечных дней очень много в москве чтобы поймать солнечный день это нужно очень постараться а здесь не знаю может быть и в москве в этом году много солнечных дней зимой но в чаплыгине их много посмотрите какая красота чистейший воздух голубое небо и кристально чистый снег и тишина тишина просто звенящая какое-то время привыкала к этой тишине старой квартире на варшавке это вообще нереально у лёшика в квартире в новогиреево конечно тише намного тише там нет шоссе но все равно постоянно ездит то поливалка летом то снег чистят по нескольку раз на день она едет гудит в общем конечно же по сравнению с тишиной в чаплыгине это небо и земля так что в провинциальной жизни есть как минусы так и плюсы но я пойду сейчас поставлю еще раз чайничек у нас как-то получается по два кофе сначала перед рабочим днем и начну снимать обои в комнате готовить комнату вторую к штукатуриванию ну что друзья доброе утро грустный день лёшик уезжает надо работать надо ехать в москву ну что ж будем ждать будем ждать тебя лёшик я надеюсь мои зрители тебя тоже будут ждать чистим машину утро кристально чистый снег еще 8 утра нет вот так быстро пролетело время не успели не успели оглянуться как раз и все прошло да очень много лёшик сделал теперь проект пойдет движуха с моей стороны мне надо будет и кирпичики делать стену и штукатурить комнаты и красить приедут ребята потолки натянут и там обои клеить в изголовье я уже вам их показывала в общем будем продолжать делать красоту посмотрите какой кристально чистый снег даже крышу не видно крыша слилась небом представляешь по видео вообще как будто дом без крыши представляете какой чистый снег вообще конечно я до сих пор не могу привыкнуть к тому что здесь такой чистый снег нет этой каши под ногами все искрится все сияет в общем хорошо хорошо красиво лёшку он по расчищал дорожки чтобы машина могла выехать ну а там уже трактор у нас чистил да я вот уже показала что ты все вычистил теперь лёша буду ждать тебя с кухней вчера разговаривала с оксаной немножечко переменились планы пенала не будет на кухне хорошо что я его не купила до 2 фронтальная панели от него есть но я придумаю что с ними сделать надеюсь вот а почему не купила пенал потому что закрывает пол окна и это некрасиво во первых будет темно сразу на кухне и в общем занавеска как-то некрасиво будет смотреться будет все немножко по-другому закажу у оксаны за 2 500 нам не вчера сказала шкаф под духовку она у нас электро так что это хорошо она независимо от газа мы можем ее поставить вообще в другом месте не под варочной панелью но как вы уже поняли у меня все не как у людей я делаю для себя так как мне удобно а не так как все делают поэтому закажу этот ящик и будет кухня без пенала как планировалось изначально и лёшику не придется сиденья выбрасывать чтобы эти два с чем-то метра воткнуть потому что пенал будет по моему 2 13 там длина но коробка еще больше вот поэтому все переменилось да все течет все меняется плиточка лежит ждет уже вся под снегом царить сколько снегу на мило но это лёшик набросал этот нет это представляете сколько снегу ну вот два дня шел снег сосульки висят на доме вот так что немножечко грустный момент лёшик уезжает теперь приедет не скоро двое суток придется работать потому что передвигал смены чтобы приехать сюда вот ворота открываем давай да это мы за кадром оставим лёшенька ты же приедешь звони сразу я тебя в дороге не буду беспокоить ты звони все уезжает теперь я остаюсь одна анечка у папы поехал лёшик все счастливого пути мы родной немножечко грустно слеза наворачивается но такова жизнь закрываю ворота жду тот день когда лёшик приедет на постоянную ну и пойду работать заниматься делами очень помогает вот эта груша так что подсказка для тех кто сейчас делает ремонт купить вот такую грушу мне посоветовали мои любимые подписчики я очень вам благодарна может быть это кому-то тоже поможет но здесь слава богу самые дешевые обои прям бумажечка такая и вот видите легко очень легко снимаются я конечно снимаю их благодаря вот такому шпателю но тут достаточно вот потянуть и и вот она пошла пошла сниматься сейчас это все поснимаю и буду на штукатуре вать теплоном в два слоя но потом финишная под покраску вот работаю ну что друзья ремонт продолжается уехал лёшик я продолжаю трудиться лёшик трудится в москве а я в нашем доме вчера ободрала часть комнаты не знаю как ее назвать наверное гостиная но у нас все не как у людей гостиная вот такой вот г-образной формы гостиная переходящие в кабинет что хочу сказать не обошлось без сюрпризов сейчас расскажу в чем дело стало думаю заделаю дыры вот эти не дыры а там где лёшик штробил и проводил электропроводку скрытную то есть пропил делал гипсокартоне и утоплял туда кабель канал вместе с проводкой и вот я сняла наличники на окне и опять возмущению нет предела друзья ну я вот женщина мало что понимаю в ремонте но вы посмотрите я вот сняла верхний наличник и увидела сразу изначально вижу что вот но верхней верхняя вот эта планка откос или как его назвать как-то вот посмотрите прогнуто почему-то вниз то есть там нет горизонтали скрываю наличник и что я вижу сейчас буду вот здесь вот вот это все ну то есть они отрезали гипсокартон ну как попал вот скажем так вот здесь вот у них получился угол где-то 85 градусов да и бокс не мочу зачем вот это вот давит вот сюда и поэтому здесь все изогнуто сейчас я пилочкой по гипсокартону пропилю уж не буду показывать как я пилу но пилку покажу на всякий случай уже как-то показывала но мало ли вдруг кто-то новенький пришел вот такая пила я бы сказала пила нож это специальная пилочка по гипсокартону очень легко ею работать то есть я сейчас вот здесь вот как ножом срежу вот этот лишний гипсокартон и у меня выровняется откос окна верхний откос окна но вот но вот как это назвать но вот я не знаю у меня слов не хватает но ребята если вы делаете ремонт но делайте его на совесть но берете деньги ну за что вы берете деньги ну понятно наличник закрыла женщина не увидела что здесь вот вот такая вот дуга да и ладно заплатила вам денег вы ушли вам нормально там вот как-то спится ничего у вас там не ёкает что вы но просто как на шабашку съездили денег сорвали и поехали домой нет так нельзя друзья вот такое же отношение будет и к вам не обязательно в теме ремонта в какой-то другой теме но все же она возвращается может быть вас где-то недалечит в больнице может быть еще что я не знаю но карма от нее никуда не деться вот сейчас делаю здесь пропил уберу вот этот угол и покажу что у меня получится вот я взяла уровень смотрю пузырик там по центру сейчас карандашом сделаю вот такую отметку что мне нужно спилить чтобы мне полегче было и сделаем все по уровню ну вот я отпилила по уровню сняла этот лишний уголок и посмотрите что я вижу вы видите какие еще туда рука влезет это вот так опять запенены окна блин ну зла не хватает правда не хватает зла то есть они по бокам где женщина видела еще кое-как они сделали сюда же нужно табуреточку поставить или подпрыгнуть чтобы посмотреть ну а здесь зачем а здесь не надо вот приедет лёша пока у меня есть чем заниматься то забрал пистолет и пену там в москве нужно приклеить порожек приедет пока это будут другими делами заниматься вот видите вот сейчас вот на пену во первых вот здесь очень много пены здесь был угол и дуга вот я здесь пропил сделала в пене убрала вот здесь пену вообще и все вот это все выровняется когда запенится вот так вот и будет здесь все ровненько и красиво но и конечно же наличники потом купим деревянные тоже сделаем здесь деревянные наличники но не везут их не знаю где их искать может придется даже лёшек уехать в москве в леруа мерлен и оттуда вести теперь еще покажу что я сделала лёшек привез вот такие уголки они из картона что-то покупали скорее всего или зеркало здесь было зеркала на бы наверное были так упакованы и лёшек не выбросил это вот видите долежалась до нужного момента это упаковочный материал для мебели а как же мне он пригодился вот здесь посадила я на фуген филлер это очень крепкая шпаклевка дорогая но хорошая это то что я купила за 260 рублей каким-то чудом 262 рубля а вот и этот уголок вот выровняет угол в этой комнате будет очень ровненький мне не нужно будет ловить его мастерком или теркой здесь вот все очень красиво может быть я даже этот уголок тоже сделаю кирпичиками ну так красивенько типа развалин вот так как у меня было в московской квартире на варшавке вот ну все здесь все готово не хватило длины этого уголка я вот здесь сделала отпиливала и дотачивала скажем так внизу естественно там где не падает глаз это все заштукатурится зашпаклюется и будет вот такой красивый ровный угол ну а я пошла смесить раствор теплон буду сейчас штукатурить вот эти вот две стены потом буду отдирать обои на той стене передвигать все что здесь стоит у нас кстати вот столешницы вы не видите это она нет надо это показать буду отодвигать потом покажу что за столешница дуб мэлвин по моему так называется цвет монка ты обязательно пришел мне грязь разносить часе немножко замету и буду продолжать работать ну что друзья отчет о проделанной работе день близится к концу во первых хочу поздравить вас с отчельником с наступающим рождеством конечно же пожелать вам всего доброго всего самого светлого пусть все желания сбудутся это время волшебное это не не шутка все желания открывается портал говорят и вы посылаете в это время в небеса самое заветное свои желания и они обязательно сбываются в это время так что не упустите это волшебное время загадывайте желание от чистого сердца и конечно же она обязательно сбудется ну а я сегодня потрудилась на славу остукатурила вот стену два раза теплоном в два слоя вы мне там говорили про сетку чтобы слой был минимальный друзья у меня и так минимальный слой один миллиметр один слой и 1 миллиметр второй а финишная шпаклевка это вообще даже можно сказать не не слой там наверно пол миллиметра я не люблю эту серпянку она меня раздражает и для гипсокартона поверьте она ну практически не нужно а вот значит доделала я до того момента сколько могла дальше мне нужно убирать это вот изголовье стоит речи то это такое опять же кровать из чистого дерева покупала в икея давным давно наверное двенадцатый год может быть даже и раньше ну где-то так в общем старая но очень качественная хочу ее покрасить под цвет ну наверное вот такой как столешница потому что буквально десять минут назад мне привезли комод от спальни от шкафа паула комод я покупала здесь чип лыгине у дениса денис привет это там на свертного семь есть такой магазин бытовой техники там у них есть мебель вот забрала комод в наличии был с витрины можно сказать уже собранной и очень этому рада 5 900 стоит комод цены на мебель с нового года в общем замороженная и уже на многих сайтах написано что с 31 декабря мебель у мебели допустим виват вот кухни верона что я покупала будет другая цена но естественно не сторону понижения не думаю так что я купила кому сейчас я вам конечно его не смогу показать но только очертания денис так хорошо упаковал если ты меня смотришь не нет спасибо тебе громадная потому что пыль грязь ну постараюсь ставить фото этого комода но он от спальни паула вот тот шкаф который я вам показывала две тумбочки я заказала и шкаф приедут ко мне через четыре недели в общем успела я заказать по старой цене через интернет ну вот вот такой цвет называется дуб золотистый по моему так называется цвет вот видите это имитация трещины ну в общем очень красивый мне нравится и такую же заказала похожую краску на озоне ой дорогая 400 грамм 570 рублей вот буду красить изголовье изголовье во первых буду его отрезать она длинная здесь было здесь с той стороны цеплялись такие белые полочки кровать с четырьмя ящиками в общем она удобная но изголовье сейчас мне не подходит она слишком длинная здесь будет стоять вот это тумбочка от мебели паула и над тумбочкой будет висеть зеркало практически в потолок с одной и с другой стороны тоже уже заказала вот но зеркала заказала через москву заказывала в хофф 3 200 стоит зеркало размер очень хорошие 72 ширина и 132 высота вот 9 числа привезут лёшику но алёшик потом по мере возможности привезет мне сюда так уж ты живем москва чиплыгин а вот такие вот у меня планы можете себе пофантазировать как будет смотреться здесь эта тумбочка немного укороченная и покрашенная изголовье кровати и зеркало в такой красивой деревянной раме до самого потолка я думаю что эти зеркала очень хорошо расширит наше пространство но и бра и светильники на прикроватной тумбочке я вам уже показывала из икея так что вот такие друзья у меня новости да все хочу вам показать все время забываю посмотрите видите вот эту заплатку здесь была стояла русская печь и это в их выход трубы именно трубы то есть дома этот пяти стенок и там где сейчас у нас кухня это был хлев там наверное держали скотину а здесь была одна комната вот с такой печкой как в простоквашина на пол дома да вот здесь стояла русская печь так что дом с историей я чувствую его энергетику и мне она очень очень нравится ну вот друзья по моему рассказала все рассказал показала отчет о проделанной работе устала сейчас буду мыть пол приводить себя немножко в порядок и завтра наверное немножко отдохну болят суставы и ноги борят что-то напрыгалась набегалась завтра будет у меня выходной день все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока